Отлично. Был бы вот Лилл в команде имперцев, я думаю, Визаж бы сразу взяли бы вообще. Вообще, этот персонаж... Я полностью согласен, каждый суппорт должен уметь играть на определенных героях. И вот такие, как Визаж, если ты керри, то это Эмбер Спирит, в общем, очень много таких ролей можно перечистить. Если ты хардленер, то ты должен быть очень жестким задротом Тускара, потому что это... Если ты просто Тускар, это круто, конечно, но если ты задрот Тускар, это все. Это как Фаник в прошлой игре, мы видели, что он просто с ног наголо перевернулся в игру. Но имперцы имеют другого задрота, это Алоха Дэнс на Рубике, и которому, кстати, есть что воровать, так что Рубик, он будет такой полубурстер, который будет убивать. Да, он очень-очень неплохо входит. Во-первых, можно своровать Хисуру, это, наверное, самое топовое. Смотрите, что они выбрали, они решили сделать керри шейк. И взяли Дизраптора, который очень хорошо ловит антимагов, то есть не хотят затягивать в лейтгейм, чтобы как-то с ним бодаться. И, может быть, это рисковый шаг. То есть, нет, шейкер, в принципе, зная его способности, что он там, если нафармить с вайдами, то будет очень хорошо бить, то он антимага может развалить. Ну что ж, представим команды. У Империи, значит, Resolution будет играть Queen of Pain, антимаг в исполнении Хвоста. Ноуфир поиграет Винтер Виверной, ну и на Рубике Алоха, конечно же. Фанник будет исполнять у нас снова на Тускаре. Три игры из трех. И Клевера. Пайкат забирает своего сигнатурного Шадоу Финда. Никва забирает привычного ему Дарксира. Игэм, в свою очередь, будет играть на инициаторе Дизрапторе. Сакс на дазле, который очень много хороших вещей на этом турнире показывал. И Бамбу решил победить антимага на шейке. Посмотрим, получится ли. Ой, да. Вызов, конечно, брошен. У одних очень сильный лейт, у других, конечно, лейт тоже не такой уж и слабый. Но мы все понимаем, что в затяжной игре антимейдж это товарищ, которого тяжело будет вообще, в принципе, убивать. Ну и все понимаем, что, в принципе, еще есть Винтер Верна, которая, если выйдет в лейт, то она там может быть пожестче любого кора. Так что, в целом, пики ровные для обоих команд. Так, и что мы смотрим? Смотрим на то, как Форсиэль хотят забрать руну снизу. Небольшая стычка, продамаживают Дарксир. Но, казалось бы, ситуация довольно неприятная, но, по идее, никого подцепить не получаете. Нет, есть все-таки Телекенес, Никва, Никва попадает под жесткий фокус, Никва погибает. И Ноуфир, последние стычки, все-таки долегает. Еще один фраг берется, результан до последнего и отблинковывается. Понимаю, что там ему уже ничего не светит. Пару хитов уже делает Алоха Денз и ситуация успокаивается. Я думаю, имперцы отлично подрались. Самое главное, что в этом замесе спровоцировали Шаду Финда на то, чтобы он потратил скиллпоинт в Кайлы. В итоге он сейчас не будет набирать души. Ну и при этом Фирсбот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Хотя, я не знаю, это... Ошибка! Но это... Это было лишнее от резолюшена. Это было и правда лишнее. Все-таки Блинк нужно было тратить. был у него слоев он свободно мог отхилиться а пайкад вот я бы никогда в жизни бы не подумал о том что получится вот так вот в тухую напасть и убить в итоге оказался прав немножко не рассчитал так вот интересно что же у нас будет у шейкера сверху как мы видим он стоит один на один против тасика если так в принципе подумать то тасик против шейкера очень хорошо стоит у тасика чуть лучше статы тасик может вот так вот спокойно переагировать на себя крипов и шейкер есть ты будет идти в агрессию то он будет вынужден пушить фиссурой по них стоит очень хорошо он еще и бьет этого шейкера немного странновато на самом деле мне интересно как каким скилл билдом будет пользоваться вот этот шейкер вообще логично было бы конечно 2 скилл его прокачать и просто спамить с память вторым скиллом ну да бывает такое ты на суппорте и естественно со второго скила ты многое не можешь писать но когда ты шейкер когда у высокий левел и ты покупаешь еще какие какие артефакты то второй скилл начинает больше пользы 2 скилл стоит 20 маны просто на секундочку и он имеет 5 секунд кулдауна то есть в принципе и даже на первом левеле он тебе дает грубо говоря ну двойную тычку и за 20 маны иметь двойную тычку это очень круто с таким-то маленьким кд то есть он в солянова может вполне неплохо фанику кабина разбивать но у него достаточно интересный закуп взят сразу тапочек clarity там были какие-то то есть это не какие-нибудь щитки или что-то типа того вот как-то вот решил по плану и тут мы видим небольшие проблемки могут быть но по идее далеко слишком находится у нас кто-то антимаг в общем то так чуть-чуть просто сбил clarity по напрягал и гм отхиливается с ласки еще один товарищ у нас отхиливается с ласки фаник который нападает на егэма есть тундер страйк есть фиссура через 2 1 0 сразу съедает вернули обратно стомп фиссурка а на фиссурку маны не хватает а на фиссурку просто не хватает маны хватит ли дэмэджи с руки не хватает а фиссура и на фиссур не хватает и калоритосов нет паник выживает берите времени мы наблюдаем за тем как пайка довольно таки уверенно стоит против папы но это понятно все таки папа ему отдалась разок и пока пайкату имеет внушительные внушительные нам участвуют да и ласт хит конечно же он доминирует очень плотно при том что ему защитить до зал помогает нужна какая-то помощь для папы то есть вот казалось бы папа она хорошо стоит против шаду пинда но это на самом деле в том случае если его по она доминирует но если шаду пинт начинает вот так вот просто наглую с руки и угонять то по дэмэджу очень скоро вообще нету крепость проблем в том что подходит queen of pain пытается дать свой шаду страйк получает тычку в лесном потом получает рейс вот ты видел только что что с ней произошло его там фаник рвается на шаду финда дает хороший проказ понимается что очень тяжело забрать под азлом в принципе неплохо так его размере и фаник браво да фаник отступил главное уметь вовремя отступить потому что если бы он пошел дальше на сф а там был бы грейс сф выжил в ответ сделал бы фраг так что все довольно таки четко получилось но опять же подключение фаника оно такое лучше бы он там у себя на топе что-то придумывал что у него получалось на самом деле достаточно неплохо развлекать интересный момент на топе и г.м. вкатываются в него подсервил себя нолфир г.м. не возвращают обратно вот под самый конец догадался дистратор вернуть но по итогу все равно фраг и очень продолжение есть продолжение . нужен просто рейс попадает рейсом еще одна . есть фраг байкат хорош на шадов инди но имперцы они пока ведут по линиям то есть можно сказать смело писсура опасно вот теперь этого нельзя сказать да какая игра 24 очень много агрессии прям вот друг на друга нападает без какой-либо передышки резолюшн повтори за зал газа махается с попой старается развести ее на блинк ну и на всякий случай грех не себя повесил к резолюшн что еще может пойти прыгай и пошел а это это может быть очень печально для резолюшена отхилился очень сильно здесь сакса из руки просто просто развалит резолюшена 2 5 становится счет остался не одолеешь или оттуда лису дарксир пока прессует дарфир мы не то что в харде он в принципе стоит хорошо 5 уровень антимакс рубиком они могут погонять но как мы знаем свое он все равно возьмет теперь он может спокойно под соло рингом шейкера тем временем в топе пытается завалить коровку то коров куда пытается взять и по ходу получится это сделал буквально одну тычку и последнюю . долетает со стиков остановился нофир делает брак хорошо нужна помощь для шейкера и самый лучший герой который может терпеть не тот герой который любит допустим на корр позиции вот так вот может даже скоро тачку нападения и уникла проблемы но должен жать мановой вот он слишком много было банды еще подхилили вот так вот в общем как-то шейкера нужно спасать на своей легкой линии тем временем мы видим то что и гэм продолжает охранять пайката на медиа понимают то что винтер и верно тасик довольно таки опасные герои которые могут в любой момент сквопой собраться и сэпо забрать и начинают его дальше охранять вот как бы это не вышло в минус клеверам потому что да конечно и сэп у нас фармит но у шейкера сейчас очень большие трудности фаник его на тасике просто сверху гоняет да так и есть ой 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 ты посмотри что тут пайкат нашел чужие стаки плюс там в лесу какая-то у нас суматоха и гэму наваливает на уфир но в соло он убить его естественно не сможет тут подтянулся но нет и пошел подходит шейкер можно попробовать забрать на уфира но это всего лишь суппорт лучше всего на него времени тратить по итогу пайкат просто зафармил вражеский лес перетягивается на линию к антимагу саша dance а тьма во всех хорошо такими героеву ему такими героями его не взять это shadow finn дазл лаксер в любой ситуации ты делаешь лапе в белоке фаник нападает на егэм а пока можно сказать что у клеверов катастрофа поления вниз антимаг доминирует у него 42 крипа у шейкера в харде проблему у него 24 крипа и ну и разве что вот сф неплохо себя чувствует но сф один против такой команды будет ему как-то показать себя сложновато да пайкат очень хорошо отыгрывает 20 над force у него 3 700 почти 3 800 очень хорош но и как ты верно подметил ему будет тяжело несмотря на все это то есть антимаг может прыгать от него по снизу не прыгать и снизу на эфира проблемы бежит за ним дар аллахо dance погибает и пока саша жив он делает длину спейс нужно продолжать давить пока антимаг один никаких тп-шечек нет и принципе то просто сюда опасно выходит сюда дизраптор начинает его мять подходит фаник и вот с фаником можно что-то получим она будет имеется в наличии имеется наличие на вот и сзади его но тут стенка учитель и продамаживает нашего сашу дэнса на русском прикончил дизраптора пытаться надо подзабирать человеку и кого убивает но в принципе миссия это выполнено антимага убили но два в один размен стянули большое количество суппортов и ровные ровные разменщики теперь вопрос от клеверов что чем же они будут отвечать вот у шаду финда из хороший момент что и каждый раз когда queen of pain убегает спида то нужно идти тавр пробивать довольно таки большое количество у него дамага и резолюшен очень быстро возвращается прямая что такого допускать нельзя посмотри на левел резолюшена у него там еле-еле там 7 натикал это не 7 с половиной 7 против 8 я думаю нормально до донорожен потол где-то где-то он отработал свое шейкер тоже на лайне стоит как опытный он отсюда выходить еще не собирается судя по всему до появления кого-то даггера причем это не какой-нибудь там шейкер через макшины тотема это обычный стандартный шейкер через фиссуру пассивочку судя по всему будет какой-то бы западает на и его забрали и на лоху боже мой я середине их путаю они такие ники сделали алоха дэнс алоха дэнс алоха дэнс фаник дэнс и резолюшн так ну и по вардам по вардам имперцы знают во вражеском лесу никого нет учитывая то что шаду финн дарксир герой которые очень любите леса фармит намекая только на одно что ребята пойдут давить давить принципе правильное решение потому что у врага интима который может сделать немного и нужно ему время и пока эти макшин киротов нагло зарегать он летел такой бромбе разумеет одновременно спасает из ульта шейкер с лэмчик успеть не заюзать но походу он не хочет из этих слэм шардами вот убивает прийдет сюда шуток виды пайка как обычно пытается хоть как-то вырулить ситуацию ну тащит тащит этот человек на своей горбушке карту но опять же попробуем расхлеба наиграет сейчас можно попробовать напасть на пайката на день он все видит и убегает на руну верно пошла чекать нет и пошла да я не по тем временем уже почти завершает своими козл опи антимаг кстати интересно он хардреска походу все какой-то не партнер потачка это battlefury и владимир да 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 правильно но стандартный бил против дарксира с дарксиром что было большое количество регена и нападают на дизраптора и грема проблема подходит хвост и гема забрали и помощи здесь нету полетел у нас антимаг на ботом линию парни себе дальше что в общем-то очень даже хорошо остались пока имперцы большом количестве на топе но что они тут будут делать пока еще не совсем понятно графики можно пока поглядеть небольшое затишье а по графикам как увидимся ровно но при такой ровной игре конечно же побеждает empire то есть доминировать должны порси и ближайшие как все немножко по-другому антимаг бегать доминируют за шейкером как мы видим у него хорошо получается гаммать и шейкеры сложной ситуации он не может купить для себя блин просто стоит терпит защиты ждет пока его команда работает а команда работает забрать один товар помиду пока ты чего идет забирает лиса и нужно как тут empire чуть-чуть поактивнее все-таки шейкер нас здесь много а вот фаник закидывает бамбу издалека и решились а далековато заходить не хочется понимает здесь у нас хвост что его могут поймать или просто попушить какая неприятная ситуация пиво ну плюхенцы конечно сейчас можно сяду финда забрать под вышкой тяжело у него сын джау на тысячи четыреста по его так просто не возьмешь есть виттер керс но что дальше очень сильно продамаживают грейд держится заранее фаник рысного вот добирать пытается тут убежать байкат но его прыгает саша дэнс и добивает одной печени заходит алоха дэнс забирает также до зла остается один таксир таксир убегает и перцы изменялись идеально ты посмотри там сколько денег интересно поднялся тысячу до 1422 голды да очень приятно конечно ну там основная часть была за сфа естественно 133 голды где-то 600 голды в общей сложности я думаю досталось антимагу просто одна тычка 600 голды как он так фарм и мекан дарксире клевера готовы драться браги шейкер такой четкий тайминг то есть есть у шейкера свой айтем тоже мы имеем на дарксире вещь который может спасать от прокаста queen of fame саду фильм свою очередь почти доделать саджиаши и варианта 2 1 мы бежим с макея караулить антимага или попробует забрать рошана потому что у нее сейчас такой пик пик окажется силы можно совместить да может поймать антимага и потом ботина рошана сразу сейчас вот дизраптор также вот очень очень важно то что он получил уровень шестой и они молодцы они прям вот так вот смотри жестко жестко прям агрессивно так где не ожидает а сф действует стандартно как и все сф после смерти он типа набивает себе души да незачем пугать вот разводить иллюзию создать и байкер пойдет на антимага очень хорошо заходит посмотри видит на эфира у них вот блин к пулсу врывается в него сразу и гидре матши пытается уйти хвост телепорта нечего телепорта нет все таки ему сбили под самый конец этот самый телепорт моно будет связать он не стал погибает антимаг погибает винтера виверна и алоха дэнс алоха дэнс может быть также под фокусом воруются ржи пытается убежать телекинез в кулдауне фиссура минус 3 смог анкл идеальный да и теперь можно пойти забрать аршана по идее то соседки как вариант а вот единственное что я думаю ты в иране хотелось бы отдавать потому что их довольно таки по силам клеверам задехать и вот центр дазу уже защитил и самое время еще сверху не пустить фаника и вышки вы трогу снизу остаются после ель втроем вот можно попробовать стать и принципе все появляются в интерверно с ультой да клеверайта понимают что втроем здесь уже рисковать не стоит и убегают убегают столяй варды за собой они покупают себе рецепт на миказа у него уже есть остальное нападение на науфира заблочили не очень удобно но в итоге в интерс кейс начинает заюзать сф-чик ничего сделать пока не успел раскасовывать тиммейт телекинез очень тайминговый сбили анимацию каста и еще он уже ладиль будет как же не выходит но все-таки раскрасовал реквием соника взлетает бойкат минус сашка у нас пока живет живет его не убьют и два в один размен очень здорово разыграли ждали свои кулдауны никто их не отдавал понимали что наверное единственный шанс для сф разменяться это дать хороший ультимейт и он по моему секунд шесть танцевал ручками размахивал да да это же так неприятно он за это время мог как минимум там 3-4 тычки или рейс пару рейзов выписать но вот поплясал ой-ой-ой какая хорошая игра от секси-бамбу находит находит вард понимал секси-бамбу что кто-то но по-любому придет дивард все-таки алуха дэнс это прекрасно понимал и поймал вот на дивардинге вар топился да вард уже купился грамотная игра вот 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 что значит думать головой только вот проклад прокликивать кнопки хорошо нужно еще думать думать тем что у тебя там есть в голове и это очень сильно помогает в дате приятно такой смотреть 423 у шейкера пока что этот шейкер смотрится неплохо но это только начало вот мы видим то что до блинка он конечно немножко страдал но как только он появился вы посмотрите как много у него цели для поражения это рубик винтера верно герою которых очень мало хитпоинтов клопа который тяжело маневрировать против кессуры которая может закинуть издалека то есть принципе у клеверов сейчас нереально сильная святочка им нужно идти и продолжать тупо драться да вот вот выйти они принципе так делать и собираются да и нравится то что он какая-то заготовочка имеется ее используют ребята из клеверов вот этот шейкер это точно такие нестандартные причем он нестандартный не только в плане того что мы же видели кири шейкеров видели как так часто мы их видели это да мы их видели редко но видели но вот именно с таким скилл билдом кири шейкера я ни разу не видел с таким скилл билдом врыв на лоху телекинез конечно за из очень грамотно метр сперта в итоге алуха живет до самого последнего выдал максимум демаджа но этому не помогает проливаться будет ли продолжение продолжение нет хорошо малой кровью так скажем отделались нужно постараться что-то в это время забрать потому что в принципе один суппорт рубик смог атаку это не так страшно главное чтобы вот антимага пинок пейн продолжали своими делами сниматься очень хорошо очень хорошо то что рошана еще пока не догадались ни разу пути забрать то ли они боятся ну по поводу просто прошлый раз как бы да да там было очень много моментов когда в интерверно переворачивала видимо хотят вот поймать на такой момент кого-то какого-то жирного героя то есть не суппорт рубика а может быть там антимага может быть попой когда вот они это совершат они наверняка уже зайдут до в прошлый раз они убили антимага но там фрэн сплит пуш двух товаров не получилось взять резолюшина старается он убежать есть у него нтп бомбу отгородил сам себя и из-за очень грамотно кисрующих холодовни и выходит селепорта пока все довольно-таки неплохо для резолюшина ну что по итогу давай быстренько посмотрим какие-то у нас новые айтемы что ли появились bkb queen of pain бф наконец-таки есть у антимага тут у нас не казну мы увидели мекас также есть не у торг сиро дар сиро напали старается за его забрать но он пока кайтит играется бежит него на помощь его команда но они пока разошлись миром даже до разошлись миром по графикам кстати говоря всего 3000 преимущества у форси или по xp нулевая отметка учитывая что в игре есть антимаг у которого вот только-только появился бф это вполне хорошая ситуация и она будет улучшаться должна улучшаться во всяком случае опять же кто знает то знаю так антимаг свою очередь понимает то что драться сейчас рано все таки у тебя есть одно бф и нужно подформить ножка на владимир и продолжает вот действует по простому гайду зафармил стаки запушил вверх и так делаешь по кд понятно что так начало киндал которого 722 сложновато но с другой стороны хвостарается у него это неплохо получается лизера очень хорошо и по идее этих товарищей надо минусовать скринчик был руспочек от шейкера очень жестким отхиливать тот самый конец резолюшно по цели пока то не очень действует обликовывается минус фаник и а делаются ли только этим разменяли пока более-менее средненько очень известный момент то что очень многое потратили потратили ульт club и который будет куда не все долго ульт вверны в целом напали всей своей команды и клевера сейчас вот после этого могут спокойно идти и и рошана забирать плюсов можно выделить то что антимат пока фармит да да он фармил как мы видим саду фильм тоже фармил и вот сейчас вот этого товар скорее всего погибнет защищать его сложно ну-ка есть еще иллюзии да хорошая вещь можно люди поскаутить смог бы там кто-то попробует пойти на зацепку а по на зацепе но бкбкд прыгает нежелательно и не шаду фильм забирает товар принципе шейкер прыгает фиссурка какой-то какой-то странный момент хвоста вернули бомбу начать убивать поле шага какого-то делать фраг и еще один фраг это может быть даже три полкил никва под фокусом вещь это ныгры убегает никва и тут вынужден антимаг на самом деле играть его потому что слишком мало хитпоинтов двух фрагов я думаю было вполне достаточно вместо смерти ходить и антимаг и пенов по здесь у нас погибает сэп shadow blade реализует реки не раскастовал сколько урона где-то 800 урона примерно на него подумает и где мои 800 урона я тоже так хочу там еще и ты можешь подъезжает да 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 то есть вроде я вроде мак а он вроде как бы керри вот так ладно значит антимаг продолжает сноуболица есть владимир 1000 голды хвост продолжает бегать там где очень тяжело его ловить продолжает терроризировать вражеские леса заставляет клеверов постепенно уходить от рошана но мы видим то что в лирам принципе это надоело ты вот еще и к бенду то что по и как пока пока ты как подкинул . . сбросил сейчас тут короче дд будет кеда не провороти рошана забрали там тратя здесь тратя здесь тяжко все таки такой замес у клеверов будет чуть поселее за счет вот шаду пинда за счет шекера и надо продолжает набирать свой левел и смотри паблик гейминг продолжает так ниже и бежит бежит на эфир чувствует ли он что-то неладное почувствует ли он что-то неладное или он почувствует боль просто чудовищно обрушивается стерли моментально ну явно что-то он почувствовал но теперь они чувствуют что по одному лучше не гулять вот здорово то что у ливеров всегда кто-то покупает лотар это бывает либо бамбу лику либо никва либо пайкат за счет этого тара они заставляют всех героев вот по одному не передвигаться то есть опасно фармить и за счет этого как мы видим графики растут нагло очень нагло действует for 7 поставить открывается шейкер богат лигрейт по моему вашу стоп а вот все попадает как же они прокатовали сможешь ты мой пар как они глупо подставили под этот прокат for 7 сейчас в очень хорошем положении можно идти на то можно прямо на хайграунд заходить у чё у нас есть папа да есть папа папа забирать товар также его забирать антимаг в принципе размен два два и нужно нельзя нельзя дать поставлю хорошую тиммейт от интер верны посмотришь и творит 100 раз просто порвало соло забрал дизратор и хвост пушит вверх хвост пушит вверх бамбу уже вышел на защиту старается хвоста забрать но без ульта прости бамбу хвост где-то я уже подобную ситуацию сегодня вам будет за всех сил старается возможно а в центре тем временем врыв да сф дал прокат свой хорошо подблочили шадов и дано у него есть айгер надо помнить что с айгерстом нападать нельзя и в принципе перцы своего отогнали от базы да они подгрызли т3 tower отогнали от базы антимаг продолжает фармить у меня конечно может быть неприятная ситуация но нет все нормально никто не идет по итогу и правда империя вывернула но это было ценой байбэка под тускар а сф только-только набирает обороты все больше больше и больше догоняя этого конечно антимаг но пока что по сравнению с сфом антимаг в принципе не боец он не может рассмотреть прошел один пошел убить фани к фанику нужно как-то спасать вот так у дом брейс но с 1 2 и 1 и мека ай но все равно получается убить фиссу раз лонг рейнджи пайкат я думал сейчас как мир call 3 кайла с позиции видно такое да пайкат мог бы это сделать он просто понимал что вы тиммейт подтягивается и все нормально так ну и перцы им сейчас нельзя драться до этих просто время вот узнают как этим временем пользуются пользоваться бьет базу но бамбу вы видите все сами бамбу продолжают линию защищать очень хорошо заставляет одного из героев возвращаться поэтому клеверам тут тяжело как-то зацепить и нужно ну что нужно сделать нужно наверно отступить до 4 на 5 не вариант биться на тимана поймать вот в принципе антимаг пока у него нету бкб то согласен он очень неизвимый таргет дизрактор всегда может вы за вернуть его сшим кирген трудно джейсер да то есть вообще удивительно то что клевера еще не поставили ни одного ворда чтобы ловить хвоста и вот сейчас просто хвоста напугали как это говорится на пон взяли уже полностью согласен арк ну что в итоге вылазит вылазит они из этого смока вылазит из тумана войны и сингуют т3 товар подхиливают байката понятное дело что ему тут очень больно залетает очень сильный спам у имперцев поэтому отрывается дарксир но шейкер уже не в свои силы не поверил потому что сэплоу хп и пуш клаверов пока обречен на провал нужно догонять нужно сейчас цеплять кого-нибудь когда пока антимаг пушит пауза антимаг так неплохо справляется т3 он уже забрал два телепорта сделано да да и самое главное то что вышка вышка упала лост очень хорошо отыгрывает отрабатывает он то время которое ему предоставляет команда очень грамотно добавить просто больше нечего разворачивает пока суппорта команды mpr уже захватывать территорию вот по поводу игры форси ель я полностью согласен с тем что нужно убивать антимага пока у него нет бкб пока у него нет так много хитпоинтов чтобы он там успевал отбликоваться нужно просто смог поймать разок еще да ты если убиваешь антимага ты потом можешь кучу всего делать и можешь развести его на байбэк а если байбэк а пока что как мы видим либо хвост так грамотно сплетит что его прям не верят в то что его можно поймать либо 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 вот кстати это же тоже очень важно грамотно сплететь ведь не всегда вот сейчас нет на карте и хвост не подставляется нигде его тоже нет он не бьет крипов на линии а сейчас поинтереснему решили сделать фанта антимага можно попробовать как-то разменять все-таки антимага уже довольно таки танковый секс и там всякие есть да согласен если грамотно поймать и знаю то что клевера пошли на защиту обходится спины сейчас можно дарксиры какого-нибудь поймать что-то подозревают и у шейкера мало маны есть только бутсы восстановят немного но так себе очень сверху играет ну клевера тоже такой дазл дазл такой иди сюда иди сюда это называется фейс чек пошел сф убегать горочка драться очень тяжко драк сирушка врывается вакуум вот это вот слегка подстопили не дали ему дальше раскастоваться фанику реально больно развалили паника но бкп была потрачена в обмен возвращает обратно аллаху аллаху тоже минус в принципе не самые страшные киллы но нет байбека я бы каком-то жёстко защитились то есть ну не просто так вот стали под тавер мол нам тяжело драться а так вот один зашел с леса там не очень всегда можно среагировать так есть там кто-то или нет второе пошел ну сф пошел вперед танковать имея бкб и вот теперь довольно таки тяжелая ситуация нету тех самых спамеров которые хг очень хорошо защищали нету татика который развивается шейкер шейкер с шадо блейдом у него тут 300 урона тычка эхо слэм фиссура заперли заперли зашел выжигать ману выжигать и мановоид и мановоид дать на мужика мановоид но еще пару тучек мановоид нет не хочет хочет убегать хочет убегать драться совсем не охота блинка тп аут если будет фиссура секунду до фиссуры фиссуру не юзает и уходит отсюда во александр дэнс ну вот антимаг уже и наелся много хп то есть есть много плюсов во первых он вкачал статы во вторых у него спелла шейкер ну у него щит начинает активно резистить плюс как мы видим шейкер не сильно по натворцам поднимается и в принципе антимаг уже входит в ту критическую стадию когда чтобы его убить нужно брать с собой сф а ты чувствуешь вот это вот вот это чувствуешь дух того хвоста которые вот помнишь раньше если взять его там не знаю год-два назад он бы с ними подрался до конца и он бы скорее всего убил но в большинстве случаев это приводит к провалу ладно к этому потом мы вернемся пайк отстрял вешается меня орчит прожимается бкб пока понимает что нужно ему тут как-то воевать тиммейты конечно должны его поцелить игры в случае чего будет ситуация достаточно интересная воруется рейс и на этом все разрядилось развели на бкб вот продолжим по поводу хвоста то есть в большинстве случаев мы то видим да что он на самом деле мог продолжить бить у него хороший лайфстил хороший дэмэдж с руки он бы легко бы забрал бы этого шейкера с мановой да потом бы добил его никто не знает какой-то ряда именно именно мы это все видим но он этого не знает и он играть с и вова и это это вот уже отличает грамотного хорошего сплит пушущего керри от просто сорви головы который дерется но первая мысль я же в гранд-финале 150 тысяч долларов они же не дураки на нападать на меня вдвоем чтобы как мы видим немножко ситуация была нет немного не такая но здесь полностью оправдана игра так ну что у нас тут битва с иллюзиями и не только с иллюзиями бкб резервы шум тиханол но еле-еле у него с ноги отсюда фаник тоже очень сильно продамаживает здесь еще один рейс фаник очень очень побитый валу спать что не будет прокоснуть нет мы просто сломали ногу перед смертью и это очень больно это очень опасный момент не ногу я был папы нашли но пиром пиры закрыли его также забирают минус 2 делают кильвера и ой-ой-ой-ой смотри вот помнишь о чем мы говорили что кто-то нужен такой сильный с характером до который нашел антимага но вот понимаю что раз уж и пушит мед то единственное почему стоит заниматься это искать меня посмотри посмотри аллаха dance саша dance dance в переводе древнегреческого сприт пуш нет на самом деле пушит и я не знаю если получится брать этот товар подрубается глиф под глимер кейпом пытается он конечно как-то мансовать но по-моему такие уже не уходят слишком сладенькая булочка которую не отпустят естественно товар можно задинать сэв побежал куда-то авось кого-то найду сейчас вот такая игра то что клевера уже понимает что без айгиса они на фг не зайдут на и без принципе появится очень скоро и пока тут сейчас начинает играть уже роль такого гангера то есть принципе большое количество айтемов он нафармил но мы видим то что антимаг с блинком с баттл кури с ладимиром он выфармливает ну побольше чем шадуфин и нужно как-то стараться его убивать просто он вообще на пофиг фармить с каких позициях никаких вардов вообще нет смешно что никаких вардов и перцев нет на карте в принципе они есть и поломали а их походу но вот один только один только видели шадуфин да и саша просто бегает там районе т3 понимая что здесь здесь его точно никто не будет искать его постаре озарим все таки все таки он решил давай иди сюда иди сюда говорит он бегаем а что ты горит можешь ты же корова а что то что рядом с ним его команды 19 левел 1500 хп вроде хп не так много но за счет пассив очки свои плюс возможности в случае чего отбликоваться он может себе позволить вывод наглость дерзость по резистам здесь 54 на 56 то есть очень сильные резисты пробить его нужно очень сильно постараться и зажались немного на базе форси и ситуация у них явно выходит из-под контроля так ждут когда пройдет кто-то по варду никого не нашли стянули клеверов на базу и аккуратненько в свои леса зашли вот гем кого-то был гем по моему кого-то он был дал папы папы папину срочно побежать и зачекать весь свой лес чтобы клевера не знали собираются идти атаковать их имперцы ай пока вар стоит пока он себя окупает решили такую по быстренькому пойти и прочекать территорию и опасно очень опасный момент тычка тычка фиссурой буквально рыцом можно было бы добиться тут пока под гример кейпом рейс не добивает пытается выживать манцы 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 спрятал себя и конечно же получается делать фракса уникой залетает на егэм а егэм берется до последнего вкатывается в юг его подхюли очень жестко подсам и кейс как же не разводят дисраптор коснуется ультимойт фанико тоже гривом сэвид с ворованным гривом неужели уйдет телепорта если чем сбить селепорт да есть чем сбить добивают его офисурка не подцепила алоха алоха к сожалению здесь уже уходи селепорта уходи селепорта и шейгер и хаслэм даст и хаслэм нет он не отдал и хаслэм пожадничал тп не сбил а что там у нас нужно выиграть время хвост старается изо всех сил ну как тут мы видим то что он по спит пушить подвергнет ману и сэпа может быть толкнуть линию и нужно сейчас одно это выиграть время пока клевера не зашли на рошана а у обрага делать мало будет и аркаджи дальше 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 он знает то что забирает рошана и спасибо что губил егэма вернул тарксера теперь они знают то что клевера рошане вчетвером стандарт ставлю лайк этому керри это именно агрессивный керри то есть есть такие керри которые так пока я никого не вижу я никуда не пойду давайте давайте но хвостец сейчас отрабатывает он показывает настоящий уровень хорош она придется отдать все-таки без папы забирать его очень сложно ну и ладно бог с ним зато мы сможем немножко себя по себе по выфармливать а вайтом бабочка мой да неплохо ну старел него он творится уже на 2000 обгоняется в шаду кинда забиты слоты это то что не будет у него манки кинг бара и сейчас очень тяжело пробивается антимага то есть шейкер который казалось бы ну тип керри типа антимага будет убивать но он по натворцам уже на дне у него 10000 суппорта мы ждал уже как суппорт играет и в целом имперцы нужно играть от того что антимага уже почти не взять и айтемы которые имеются у шадов фенда они не настолько страшные для антимага то есть они просто куплене к того чтобы жить то есть в га и даже если он сейчас шейкер я захочу верать силе рейтс или рейтс или да это очень интересно но на лоху решил напасть бам-бам и гем есть поэтому без шансов там без шансов гример кипе не спасает антимаг называет своих иллюзий может быть сэвчик от ногу поможет максимум но брик уже откатил ой 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 и стоит главное но он увидел аура на себе вот пойти она не должна политься если увидел вроде они молятся ли там как-то сделать что-то ты же сделали что не раньше точно полилась да я знаю что раньше полилась это изменили окно и на зеленых ботиночках активировал butterfly бежит а снизу у нас что-то у нас за просто тут подразнится немного пришел дарксир сейчас стараются клевера как-то попробовать забрать последний товара все-таки у них есть аэгис и мы отправляем на опушление дарксира дарксир в принципе очень быстро перетягивается у него блин у него суржи он бегает на 522 мс и тут байкат нашел тасика всех побежал байката дал ему пенделя санчжи аши не работает пайкат идет дальше хорошие шарды очень хорошие шарды от паника и я вступил так а тем временем снизу нападение нападение на антимага получится любить антимага очень толстый антимага антимага на последнем он отхиливается больше чем его дамажит по итогу сюда еще подтянулся сф если бы получилось как-то вот сейчас вернуть это да были бы проблемы фиссура блинг есть блинг и есть еще один блинг и выруйте эту ситуацию вряд ли получится убили всего-навсего тарксира но потеряли антимага в ответ и queen of play продолжает и посмотри что вытворяет резолюшн он сам тоже подфоксом вижен пропал сам пасет мужчина выжил максимум дрался один против пятерых ситуации когда ну ты уже никуда не убежишь понял что нужно бить и молодцы очень хорошо скомбинировать с резолюшеном до обе стороны очень хорошо все сделали для клаверов это знак вот то есть нужно реально вот идти просто улынить иначе потом когда антимаг купит бкб я всегда к нему буду убивать лучшего финда это неплохо у него просто демоджимал него латар санджиаши там очень слабые айтемы на дпс то есть он уже не пробивает антимага если он в ближайшее время ничего не купят антимаг будет просто а хитпоинты посмотри но много хитпоинтов это означает что в интервью верно его в принципе с за своего арктик берна пробивает практически на пол хп одного арктик берна 100 что пока почему-то один на виде никого вообще рядом нет они у забрали ой 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 а дарксирта дарксирта находится под сайлансом не будет никакого срыва сегодня минус шейкер пока еще в таверне пайкад надо нападать надо продолжать 10 секунд правда еще до антимага поэтому наверно все таки это кого-то толкового продолжения мы не увидим я распалил сэпо который тут тусит ну и по итогу обстановочка разрядилась забрать ничего не удалось сыграл очень нагло шадов и вот хексу дарксиро появляется ой этот может порешать дал теперь немножко все по-другому то есть можно попробовать ворваться в капу с бкб можно за захистить мага и каким-то образом может быть даже через стенку и обновести и дарксиры стенку уже вообще не жалет просто кидаешь в антимага и пусть что будет тогда есть шансы убить за счет иллюзии всякий дпс да а если посмотреть на антимага у него тут белого много иллюзия будет просто бешеная и самое неприятное для тема если ты врыв на аллаху дэнс аллаху дэнс как-то слишком жестко убежал то есть один болезнь и смерть уже до вордиш ну естественно его запалил списал всю информацию но да спейс спейс получился идет дазл тоже пытается спейсить дазл поосторожнее спейсит но часто антимагу идеально входит в блэк кинг бар то есть в принципе единственная проблема это если он получит хекс не сможет драться может быть попадет какие-то станы и дпс будет не будет дпс выдавать но если он будет блэкинг бар и вот здесь ничем не остановить ты прыгаешь шалду финда нажимаешь ред клик и после этого шалду финн начнет горевать в принципе это завершающая бака башечка крайне важно ну либо описал плюс нету либо маме сло просто заражат забирают стать электро верно у нас как по суппорту ну начали немножко поддерживать начали разделяться и делать этого ни в коем случае нельзя потому что по прежнему почему-то кажется что это часть стратегии типа вот антимага сейчас зеленый свет для того чтобы пушить они таким образом провоцируют хорошо но винтера верно через 20 секунд скисет конечно лучше в рубику отдаваться потому что винтера верно хороша на дэпи соник вейв пытаются забрать про красота так ты получается поделать дикнул что долл страйк проблемы также жесткий у нику шейкер шейкер заряжает тебя демо джом врывается на резолюцию разрешено подсейвили волнует хорошая трубика забирают даксира дазла и нужно искать шейкера шейкер убежал почти 2000 голы многовато срубили и опять же антимаг 5000 на руках и знаю у него все настолько шикарно можно обессал можно решил на мужчина все таки все таки обессал и шилды правильно мне кажется здесь проблема например на тебя вот тем же кинетик филдом когда нападают ты просто берешь как бы и бьешь и все есть такое да есть даже вот такое поверье что если у врага один керри и в данном случае это сэп которого ну не так легко защищает как же шейкер 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 уже не кэрри шейкер у нас да суппорт первой позиции то есть если у тебя один шадуфин то в принципе все что нужно сделать это прыгнуть и нажать реклик на шадуфин да потому что две кнопки как бы для этого есть потому что трискерс да потому что остальные четыре героя до утонит дарксир даст ваку шейкер вроде даст а но и из урон только у одного героя если его обезвредить то мак побеждает и вот этих пошел уже да да так прям дерзко в меди нападает но еще пока надо на байбек желательно конечно накопить деньги что так просто купить адресу это будет уже достаточно опасно вот молодцы имперсы то что они сейчас не спешат никуда ждут рошана и просто так вот диварды территорию у нас у копы по-прежнему есть резолюшен убедился что ты посмотри какой подрубил батарфля и прям вот бежит бежит сломя голову самый первый а как бы ему не отъехать хвост я дуточки не попал отлично хотя они любили пополнил батарфля не сейчас не должен работать батарфля сейчас фулдауне кстати говоря это очень важный момент ваша работа прыгает и вот он виттер который нужен был очень сильно пайката за фоксик получится ли секси бабу под жестким фоксом секси бабу отвалился антимаг продолжает наваливать у нас жесткая pvp две стенки стоит очень хорошо отыгрывает аллоха дэд отпрыгивает резолюшен резолюшен обозначают обратно но тут уже хотели спайкатывал спать резолюшен хочет уйти из этого замеса кем из него убивает а все процессом закрывает манна войс залетает никва минус и продолжает у нас драться антимаг егэм он в больно хвост делает трипл килл живых остается только один дазл который далеко и драться явно не хочет имперцы молодцы заманили шаду финда просто пайкат уже видимо ему там что-то стало мерещится побежал один за винтер верный далеко была его команда и в принципе ну начали драться неплохо но немножко не хватило продолжения потому что рожатый баттер флейта до большую часть времени шаду финн шейкер игрались вдвоем и перцы очень хорошо воспользовались блинками растянули и уху кстати это посмотри на это вот дазла как он наваливает антимагу но это сейчас должны быть минус бараки по идея писал и сразу же реализуется моментально есть еще один товарищ еще один килл даблфилл и пахнет гудгеймом как выкручиваться все игроки команды форсиель в таверне пока не сдаются вторую лайн на подходе форсиель пытается тянуть по максимуму антимаг очень побитый нужно отхилиться ему как-то там скрипов не знаю нет никакой урны и вот его восстанавливают немного драгоценные секунды правда тратятся антимаг под сколдом брейсом не дамажит шейкер шейкер 17 секунд до эхо слэма 17 15 кристалис заведел 5000 как и говоря он просто напросто звуковался ну что ж 2 лайна не на решающая атака игра просто жать смог идти пробует свои шансы нарушение других вариантов у них нет какой-нибудь какой-то раз очка можно купить себе антимагу и вообще будет супер или можно вообще обнагреть и купить мкб этого можно уже все что угодно купить у него 31 тысячи над ворса и тут не знаю не ровно и другую путь по терапируем покупай и иди бить как мы видим хвост почти неизвим заметьте они пошли вот тот самый самый продать не смог это другая реализация своих артефактов в наглую забегает но это правильно черед кликом то раз нужно нужно в наглую бить рошана и рисковать другие шансы здесь игрок нет а имперцы как-то немножко захотелось то есть пошли покупать тараску и ирошана не пирам скорее всего дадут но с другой стороны можно здесь игру и закончить все-таки а единый сон хорош на тимак слишком грунт прыгает и киновкой там запрыгнула шива sonic wave да ну да тут дали все-таки зают грейк на себя и гэм отваливается дал проказ очень плохой виттер скерс вешается тупо в пайката пайка под жестким фокусом прожимает бкб пытается идти в размер хиппоинтами но сигиль замедляет плюс еще постоянные баши пайкат под сатаников восстанавливает очень много хопать дерется дерется кое-что жесткое противостояние здесь еще конечно же резолюшн был на помощь и хватило забрать пайката убегает него три в ноль без каких-либо вариантов а кто взял аегиста аегиста по итогу взял у нас шейкер слота то не было убежал и убежал парень я посвятил аегист есть воровал закрепить нельзя так нападает на базу делать хрипов и клювера наверно просто пользуется временем чтобы там что-то обсудить между собой чем там про керри шейкера как он парня так как он против войти мага кто предложил керри шейкер я не знаю какой-то зритель из зала так можно попробовать закопить хотя стеночки не отрывается на бабу фабу под фокусом его добили остается дарксир также прыгать резолюшн хороший вакуум но импайр дожали молодцы ну что ж 2 1 империя вырывается вперед достаточно уверенно есть над чем подумать и ребятам из форсии или вот это вот заготовочка может быть какая-то вы спал ну в виде этого шейкера не выстрела как мы видим она не застала империю врасплох или вообще вот мы отмечали этот момент то что залетает неожиданно антимаг казалось бы залетает шейкер который может принципе его ловить но они не пытались его ловить либо грамотная игра хвоста либо как-то вот в общем аналитики да я думаю аналитикам есть что сказать передаем вам слава ребят